Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разводят под спортивные марши. Музыкальную программу разработали специально к чемпионату мира по футболу. Уникальное свето-звуковое шоу на дне вы увидела и услышала наш собственный корреспондент Евгения Стрыгина. Кто был в Петербурге, тот знает, как поют мосты. Каждое лето над него и развивается русская симфоническая классика. Музыка без слов самая красноречивая. Она говорит со слушателем на языке образов, и каждый здесь думает о чем-то своем. Что может быть лучше классики? Она такая мелодичная, под нее приятно размышлять. Нам с супругой очень нравится. Белой петербургской ночью от вспышек фотоаппаратов становится еще светлее. Дорители спешат сохранить в памяти уникальное событие, аналогов которому в мире нет. Верится с трудом, но эта огромная железобетонная конструкция под музыку движется на удивление изящно. При свете прожекторов разведенные элементы моста напоминают крылья, на которых он парит над дневой. Музыкальное сопровождение постоянно меняется. Ко дню военно-морского флота звучат мелодии, прославляющие моряков. День города – произведения композиторов, живших в Ленинграде. А к чемпионату мира подготовили особую программу – спортивные марши. Они исполняются в дни проведения футбольных матчей в Санкт-Петербурге. Спортивный трек-лист мы создавали достаточно долго. Мы плотно работали больше двух недель именно на создание вот этого трек-листа. Все организации собирались, отслушивались. На самом деле мнений было очень много. Я считаю, что удалось очень неплохо. Качественный звук обеспечивают установленные внутри моста динамики, где именно они спрятаны ни разглядеть ни ночью, ни даже днем. Под водой проложен оптический кабель, который соединяет аудиоканалы на разных сторонах реки. Система состоит из 28 колонок, расположенных по обоим берегам Невы, в пролетах дворцового моста. Тем, кто наблюдает с берегов, громкость звука не мешает, а уже за пределами зоны озвучки громкость резко падает, и таким образом не мешает жителям близлежащих домов. Общая продолжительность света музыкального шоу – поющие мосты от 20 до 25 минут. Хотя зрители, похоже, готовы слушать всю ночь. Это просто потрясающая музыка, и то, как мосты поднимаются наверх. Такого я у себя в Германии никогда не видел. Безумно, конечно. Русская классика, и, конечно, это все объединяет, я считаю, да. В планах у организаторов – расширение проекта. Кроме дворцового свой голос вскоре обретут и другие мосты Петербурга. Хармония под открытым небом будет работать каждый день до начала осени. Евгения Строгина, Александр Глебов, Татьяна Каминская. CGTN. Санкт-Петербург.